всем привет сегодня одни из моих любимых полицейских патрульных это управление луцкая почему любимая потому что у них ю тубе есть свой канал они там снимают видосики и показывают всем нам вот очередной такой видосик подоспел интересный и 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 Согласно 40 статтям ведется видеофиксація, вы затриманы. А в описании они пишут, что вчера днем во время патрулирования в городе Ковеле инспекторы получили ориентировку, что водитель управляет автомобилем Opel Combo в состоянии алкогольного обвинения. Полицейские, работая по ориентировке, обнаружили данное транспортное средство, однако на законное требование об остановке водитель проигнорировал и начал убегать от служебного автомобиля. Где это видно на этом видео? Но этого не видно. Видно, что он притормаживает, когда уже они к нему приблизились и включили свои эти люстры. Заметьте, до этого момента, где они включают люстры, вообще специально звук вырезан. Можем только догадываться, что там на этой аудиодорожке было, почему они это вырезали. Водитель создавал аварийные ситуации и нарушал правила дорожного движения. Ну, честно говоря, не видно там никаких ни аварийных ситуаций, ни нарушений ПДД. Видно, он какого-то велосипедиста начал обгонять, потом видно, что начал притормаживать, принял вправо и слетел в кювет. Это видно. Но причем тут аварийные ситуации, непонятно. Ну, вот они пишут. Да, в результате чего водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Да, это видно, вопросов нет. После чего пытался скрыться. Опять-таки, на видео этого нет, что он пытался скрыться. Есть какое-то шуршание, муршание, крики и потом объявление о том, что он задержан. При этом так и не сказано, не прозвучало на этом видео, а за что же именно он задержан. Понимаете? А потом они вот дописывают уже сами. Додумывают или довыдумывают. С ним еще там было несколько взрослых мужчин с явными признаками опьянения. Бла-бла-бла. Это же ни о чем. Зачем это писать? Водителю было предложено пройти освидетельствование на состоянии обвинения, но он отказался. Но на видео этого нет. Было это или нет, ну непонятно. То есть, дописали, что хотели. В результате составлены необходимые материалы по статье 130, 122 прим. 2. Это невыполнение требований об остановке. 124 ДТП и 126 за отсутствие документов на право управления транспортным средством. Но на видео этого всего нет. Ну вот, я не понимаю, честно. Вот вы хотите сделать какой-то там свой промо-ролик, да, там попиариться. Но запишите вы нормальный ролик, качественно сделайте все и покажите. Если будет непонятно, пусть в описании кто-то добавит какой-то текст. Либо пусть там кто-то из ваших пресс-секретарей выступит и дополнит это. Но так это выглядит настолько тупо. Видно, что вы догоняете какой-то автомобиль. Этот автомобиль обгоняет велосипедиста. Притормаживает, принимает вправо, скатывается в кювет, потом шуршание, крики вы задержаны. А потом вот этот весь текст. Ну какой-то бред. Знаете, с таким же успехом я могу сделать что-то подобное. Ну вот смотрите, вот видео от меня. А теперь, если непонятно, я вам объясняю. Три дня назад некой империей зла совершено нападение на нашу любимую планету Земля. 34 имперских крейсера прибыло. Там было 20 тысяч пехотинцев, боевые ропоты, летающие тарелки. А у меня с собой только грабли и ведро с песком. Но при помощи смекалки я, в общем-то, всех их победил и изгнал за пределы Солнечной системы. Но ты видел? Видел! Не верите? Ну я видео вам показал. Почему вы мне не верите? Вот, я же вам показал только что видео. Еще раз пересмотрите и вот наложите эти слова на то, что там происходит. И вот вам и будет. Такой бред. Зачем вы вообще это делаете? Зачем? Абсурд.